Здравствуйте, меня зовут Мария Бекетова. Добрый день, меня зовут Света Лапина. И сегодня наша история о натуральном камне. Мир камня бесконечно интересен и удивителен. В нём все составляющие самой природы. И мы пригласили вас сегодня в компанию «Джимстоун», которая занимается реализацией натурального камня и предлагает более 300 видов природного камня, различных цветов и оттенков. И здесь вы можете за один раз выбрать любую фактуру, текстуру, цвет. Мир камня — это удивительный мир. Камень несёт в себе энергию неба и земли. Это настоящий аккумулятор энергии. Он обладает способностью тысячелетиями хранить и накапливать в себе энергию и в нужный момент отдавать её человеку. И создавая свои интерьеры, как дизайнеры, мы стремимся привнести частичку истории, частичку природы и её красоты. Хотелось бы рассказать вам об этом камне. Это гранит Амазонит. Своё название получил из-за сходства с натуральным камнем Амазонит, из происхождения которого имеют очень много легенд и версий. Одна из версий такая, что Амазонит — это был любимый камень амазонок. Женщины воинствующие, уходя в бой, одевали на себя пояса с камнями Амазонита и считали, что это им придает смелости, храбрости, мудрости, принятие верных решений. Благодаря современным технологиям в настоящий момент мы можем использовать Амазонит в современных интерьерах, уже в целых слэбах. Мы сейчас стоим рядом с кварцитом. Кварцит — это представитель метаморфических горных пород. Происходит чудо, потому что известняк перерождается в кварцит. Кварцит, который мы видим сейчас перед собой, называется Азул Макаубас. Вообще кварцит бывает самых разных цветов и оттенков. Это голубой. Голубые цвета самые редкие на самом деле, поэтому они самые ценные. Это очень дорогостоящий и очень ценный камень. Очень богатая сфера применения. Во-первых, этот камень мы всегда используем в мозаичных панно, когда нужно показать голубой цвет. Потом эти шикарные слэбы могут украсить любую гостиную, холл, столовую. Это просто нерукотворное произведение искусства. Причем можно прям необработанный край, вот так вот, как есть, его повесить. Плюс это может быть шикарная столешница для столовой. Кстати, очень хорошо будет приучать ребенка не класть локти на стол, потому что он холодный. Мы очень часто используем натуральный камень в своих интерьерах, потому что, во-первых, мы его очень любим, его нельзя не любить. Во-вторых, это безумно, зрелищно. Каждый, каждый слэб этого камня, он неповторим. И там самые разные картины, поэтому я и говорю, что это фотографии неба, запечатленные самой природой. Этот камень тоже кварцит, добывает его в Бразилии. Название у него васаби. Другое название тортуга верде, из-за того, что некоторые слэбы имеют сходство по рисунку с панцирем черепахи. Сплендер Голд. Этот гранит добывают в Бразилии. Гранит относится к магматическим горным породам. Он образовывается путем остывания магмы, медленного остывания магмы в земной коре. Такой гранит яркой расцветки мы бы хотели предложить использовать в холле, сразу же при входе в помещение. Надо выстроить, если есть стена, на которую упирается взгляд при входе, либо по направлению основного движения, либо мы выстраиваем эту стенку, и полностью от пола до потолка кладем гранит. Потому что холл может и должен быть ярким. Это не помещение для релаксации. Он, наоборот, сразу заявляет уровень помещения, сразу заявляет статусность. Таким же образом, как я рассказала сейчас про этот гранит, очень хорошо еще использовать сланцы. Они тоже очень хорошо работают именно во всю стену. Поразительная красота. Золотой фон. Серые, черные прожилки, крапления слюды, которые поражают своим блеском. И вот не надо бояться, на самом деле, когда мы используем его в холле, не надо бояться этой яркости. Все остальные цвета уже для отделки помещения можно брать прямо из палитры этого камня. Мы поговорили о кварците, о граните. И сейчас давайте поговорим о мраморе. Мрамор в Древней Греции почитался как камнем богов. И с ним также связано много историй и легенд. И хотелось бы сказать об уникальной способности этого камня поглощаться свет внутрь. Само название мрамор в переводе означает блестящий камень. И он как бы светится изнутри. Мрамор, он более уютный, теплый. Мы очень любим именно вот этот мрамор с татуарио. Это итальянский белый мрамор с характерными прожилками в виде вен. Мы, как дизайнеры, очень любим облицовывать полностью ванные комнаты этим камнем, потому что это придает такую статусность помещению. И просто шик. Почему мы любим применять мрамор именно в ванных комнатах? Потому что он является природным антисептиком и не цветет от воды. Камень поддерживает влажность помещения до 50%, забирая влагу из воздуха и отдавая ее, когда воздух пересушен. Пару слов об этом камне. Это тоже мрамор. Его рисунок напоминает дерево, кору дерева. Добывается этот камень в Пакистане. Мрамор Минг. Это уникальный камень. Считается, что природе свойственна бессистемность. И только человек в состоянии создавать геометрически правильные изображения. Мрамор Минг полностью опровергает это утверждение. Такой камень хорошо использовать в минималистичных интерьерах, в современном изысканном интерьере, лаконичном. Я первый раз его увидела в интерьере Андре Путман. Она использовала плитку под углом 90 градусов друг к другу. Целая огромная стена, сделанная вот этим мрамором Минг. Но это выделило шикарно. Просто сплошная геометрия, которая создана природой. Черный и коричневый фасил. Мы в просторах далекой галактики. Здесь реально можно увидеть космические корабли. Это звездное небо, которое мы видим в своих снах. Мы бы рекомендовали использовать такой мрамор в комнате подростка. Прямо целую стенку. Можно пол. Или в его ванной комнате. Полностью отделать ванную комнату. Фактически перед нами древняя история Земли. Потому что это на самом деле древняя окаменелость. Это останки древних моллюсках. Вот мы видим, это полностью живой мир, который существовал на Земле в юрский период. Еще один невероятно интересный камень – окаменелое дерево или Petrified Wood. Это уникальное создание природы, которое одновременно является и скалой, и окаменелостью. В окаменелом дереве сохраняются годовые кольца. Иногда в процессе окаменения они исчезают и замещаются другими узорами, схожими с узорами яшмы и агата. Окаменелое дерево поддается любым видам обработки, сохраняя при этом текстуру рисунка. Название кампании, в которой мы сейчас находимся, Джим Стоун, переводится как «драгоценный камень». В мире насчитывается более 4 тысяч минералов, и только немногие из них относятся к ювелирным камням. Агат – это удивительный камень, который поражает своей красотой. Он с древних времен был известен человеку. По одной из версий его название произошло от древнегреческого «агатес», что означает «счастливый». Агат известен своими рисунками. Природная живопись в камне. Существуют целые полотна, живописные полотна, которые созданы природой в теле агата. Вот это бацванский агат, один из самых ценных. Вот это голубой агат. Слоистый холицидон. Он образовывается в разные слои. Там добавляется кварц, кварцин, яшма. И все это вместе является агатом. Вы посмотрите, сколько здесь цветов, оттенков, при том, что очень благородно все это вместе выглядит. Нельзя не остановиться около Оникса. Этот камень широко используется в дизайне интерьеров. И при этом он солнечный, прекрасный. Здесь в компании «Джемстоун» мы можем найти целые ряды Оникса. Тут все белый Оникс, медовый Оникс, французская булочка. Что важно здесь у такого продавца, как «Джемстоун»? Мы ходим и выбираем конкретный слэп. То есть вот этот слэп, который мы, например, выбрали, он как входит для нашего интерьера, он сразу же за нами закрепляется, здесь делается пометка. И этот камень либо едет к нам целиком, либо он нарезается по нашим чертежам, по нашим задачам. Либо напиливается плитка, в общем, в соответствии с нашим задачей. Мы видим то, что покупаем. Это важно. И второй очень важный аспект. Камень надо уметь выбирать. Очень важно, кто делает закупку камня. Потому что вот, ходя здесь по рядам, мы видим, какого уровня и какого качества камень. Сразу видно, что здесь, в этой компании, закупкой камня занимается очень знающий человек, профессионал своего дела. На самом деле за камнем просто надо ухаживать. В компании «Джемстоун» работают профессионалы, которые вот истинные фанаты своего дела. Они только вам покажут камень и расскажут все о нем. Наверняка при покупке они вам посоветуют очень хорошие средства для ухода за ним. Не бойтесь использовать камень в своих интерьерах, потому что это красиво, респектабельно и несет за собой очень интересную историю.